Музыкальные инструменты, но основные это струнно-смучковые. На итальянском языке слово скрипка звучит как виолин. А большинство этих инструментов называются виолой. То есть виолин это производная от виолы. Так вот, так скажем, грубо если разделить инструменты, они примерно делятся на две группы. Инструменты чуть-чуть поменьше и чуть-чуть побольше. Те, которые поменьше, это называется виола в дому. Вот они и станут основой и для скрипки, и для альцарта. Инструменты, которые располагаются в крайней части витрины, инструменты напольные, это виола дагамба. Они станут основой для будущей виолончели. А еще, просто оставайтесь на своих местах, посмотрите вот в следующую витрину, там есть самый большой струнно-смучковый инструмент. Это барочный бас. Впоследствии контрабас. Современный контрабас мы тоже с вами увидим. Был еще в то время и инструмент промежуточный между виолой дагамба по звучанию и басом. Так называемый баритон. Вот оно. Это, пожалуй, один из самых сложных и для изготовления инструментов, и для игры. Присмотрите, у него есть два ряда струн. Причем расположены они близко. То есть нужно было играть и одновременно с мучком, и щелком. Тоже не совсем комфортно. Если присмотритесь в каждой группе инструментов, вы увидите, что даже внутри маленькой вот этой своей подгруппы, они все разные. Разное количество струн. Параметры корпуса. Толщина, ширина. То есть это тоже еще такой период поиска и формирования. Но это полноценные инструменты. Виолы до сих пор используются в практике. С 80-х годов 20-го века очень активно стали практиковаться ансамбли старинной музыки, причем по всему миру. И вот они как раз-таки используют виолы. Причем инструменты продолжают создаваться. То есть не всегда не старые инструменты, а исключительно новые. Также я еще обращу ваше внимание на три крайних инструмента. Вот, например, вот этот инструмент, это не все, что от него осталось. Как изначально задумывалось мастером. Он пытался понять, что будет, если убрать вот эту звуковую коробку из мучкового инструмента. Он звучит, он может звучать, но у него звук не настолько далеко распространяется. То есть все-таки коробка нужна. И еще один примечательный инструмент. Вот это уже скрипка. И создана она великим Николом Амате. И вот этот инструмент демонстрирует еще и дружелюбное соседство разных материалов по своей природе. В основном все струнные инструменты, как смычковый, так и щепковый, делают из дерева. Дерево очень хорошо резонирует, причем большинство пород. Но иногда в качестве декора добавляют и другие материалы. Например, ту же самую слоновую кость. Вот здесь это белый матовый. Мы ее сегодня с вами видели. Вот целые рога были. Более того, у этой скрипки даже смычок, его основная часть, тоже сделана из слоновой кости. А вот по боку представлен еще другой материал. Белый, но переливающийся радужно. Это тот самый перламутр, который даже дал название самому стилю. Но, кроме этого, там добавлен еще и коричневый, тоже имеющий разные оттенки. Вот когда этот коричневый используется в малом количестве, он не мешает звучанию инструмента. А вот когда из него делают целый корпус инструмента, то это уже становится достаточно необычным. Вот как вы думаете, вот внизу располагается скрипка, у нее тоже есть этот слоновый кость белый матовый, а вот коричневый, черепаха. Одна из немногих, кто сразу отвечает. Обычно я не дарю, вызываю. Нет, еще варианты были улитку. Я вот знаю, вот как улитку надо раскатать, чтобы так была. Да, действительно, панцирь черепахи, но это скорее инструмент, который находится на своем месте, как из стеклянной флейты, в витрине музея. Она может звучать, она даже звуки издает. Но что влияет на панцирь черепахи, а тому Богу известно. Вот мы точно знаем, что дерево будет зависеть от температуры, от влажности. Мы знаем, как на это реагировать. А как реагировать на панцирь черепахи, неизвестно. Оказалось, он очень плохо клеится. А смотрите, вот самые такие важные моменты, даже пришлось мастеру скреплять металлом, что, конечно, не добавило благости звучания. У нее то звук какой-то металлический, такой пронзительный, то наоборот глухой. Это скорее образец мастерства профессионала, который умеет обращаться с таким одновременно и прочным, и хрупким материалом, что лишний раз подтверждает его упороны. Это и поиски новых материалов и форм. Ну, а мы с вами перестимся к следующей метрике, где посмотрим, какие дальше замечательности.